Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя порцию самых свежих новостей. Итак, смотри сегодня. Делегация Казанского федерального университета, возглавляемая ректором Ильшатом Гафуровым, приняла участие в праздновании Дня химика, посетив церемонию участвования призеров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников по химии. Местом проведения торжеств по случаю Дня химика традиционно стал Нижнекамск. Приятно отметить, что на мероприятии были награждены учащиеся АТЛИЦЕ КФУ, а именно Алешин Роман, Емекиев Иван и Хазиев Денис. Самые интересные и подробности состоявшегося мероприятия мы расскажем вам в нашем следующем выпуске. А теперь к следующим новостям. Казанский федеральный вновь привлек внимание к себе активной реализации программ, позволяющих студентам получить сразу два диплома. Основной Казанского университета и параллельно партнерского вуза. На этот раз успешной практикой КФУ заинтересовался Лондонский университет. В связи с этим 22 мая состоялась встреча Ильшата Гафурова с представителями данного вуза. О подробности встречи расскажет Адель Шемилова. Казань попала в зону интересов британского вуза. В связи с этим 22 мая на территории Института управления экономики и финансов ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с представителем Лондонского университета, курирующего международные проекты в странах Центральной и Южной Азии. В свою очередь Ильшата Гафурова интересовала, какие преимущества получает университет и его студенты от подобного сотрудничества. По его мнению, взаимодействие должно учитывать размеры университета и все приоритетные направления, которые сегодня развивает КФУ. В целом для нас интересно, конечно, был бы международный опыт управления такого рода университетскими холдингами. Отвечая на вопросы ректора и других участников встречи, господин Льюис Маккинон раскрыл стратегию Лондонского университета, направленную на привлечение абитуриентов со всего мира. По его словам, если непосредственное обучение может сводиться в сумму 50 тысяч фунтов в год, то партнерские программы позволяют значительно снизить затраты студента, так как фактически обучение проходит в ВУЗе-партнере с последующей проверкой знаний и выдачей второго диплома. При этом у проекта есть две стратегии реализации. Первая стадия – административная, включающая в себя разработку бизнес-плана и анализ возможностей региона. Второй этап – это приведение учебных планов к стандартам Лондонского университета. Решение о включении новых партнеров в проект принимает специальный совет Лондонского вуза. Ближайшее такое собрание состоится в ноябре. К тому моменту Казанский университет планирует завершить этап подготовки необходимых документов. Согласие на участие в проекте было получено от ректора Казанского университета. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универа Ньюс. Казанский федеральный университет заключил соглашение с крупнейшей в мире базой знаний – Digital Science. В чем заключаются подробности сотрудничества, расскажет Адель Шамилова. Digital Science – это крупнейшая в мире база знаний, формируемая за счет механизмов мониторинга и анализа всех публикуемых где-либо научных статей. Казанскому университету компания предлагает доступ к таким мониторинговым механизмам, чтобы сформировать и структурировать полную базу данных о научных публикациях ученых, занятых в передовых исследованиях, и даже студентов, участвующих от имени КФУ в различных конференциях. В течение встречи с представителями Digital Science Казанский федеральный университет заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшей в мире базой знаний. Впервые речь идет об учете и анализе всей публикационной активности университета, без ухода в сторону естественно-научного или гуманитарного блока. Такая наука-метрика нужна не только для отчетности, но и для формирования ясных стратегий дальнейшего развития университета в глобальном научно-образовательном пространстве. Документ постановляет, что компания обязуется предоставить университету полный лицензионный доступ к информационным ресурсам на платформе Divisions, а также к ключевым интегрированным, открытым и подписным ресурсам Digital Science, причем на уникальных условиях. В свою очередь КФУ берет на себя ответственность по обучению сотрудников и студентов в работе с системой. А вместе партнеры готовы рассматривать совместные действия и проекты в части обучения и становления методологии всесторонней аналитики внешней среды по определенным КФУ тематическим направлениям. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. В Казанском университете состоялся второй день четвертого международного форума по педагогическому образованию. На площадке ВУЗа собрались лучшие специалисты в области педагогического образования из 93 российских и 65 зарубежных университетов. Диане Шиловой удалось встретиться с несколькими иностранными специалистами и узнать их мнение о проходящем мероприятии. В Казанском федеральном университете с 22 по 24 мая проходит четвертый международный форум по педагогическому образованию. На площадке Казанского университета собрались лучшие специалисты в области педагогического образования из 93 российских и 65 зарубежных вузов. В Казанском федеральном университете есть очень хоспитабель. Они приглашали меня в. Я встретил несколько профессоров и получил мою область. В рамках форума участники обсуждают основные трудности, с которыми образовательные системы разных стран сталкиваются на этом пути. Поделиться опытом и нащупать варианты выхода из этого кризиса смогут участники в рамках форума. Участие в форуме также принял Ник Ражби, который является редактором журнала образования и саморазвития Казанского университета. Конференция продлится до 24 мая. В Казанском федеральном университете подведены итоги конкурса «Лучшая академическая группа КФУ». Кому посчастливилось стать лучшими, вы узнаете в следующем сюжете. В Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состоялась церемония награждения призеров и победителей фестиваля «Интеллектуальная весна» и конкурса «Лучшая академическая группа КФУ». На фестивале «Интеллектуальной весны» были проведены конкурсы «Эрудит», «Знаешь ли ты русский язык», «Дебаты», «Попади в историю» и «Что, где, когда». Победители каждого из конкурсов получили свои награды. В общем зачете лучшим стал Институт международных отношений, истории и востоковедения. В конкурсе «Лучшая академическая группа» были награждены лучшие старосты и лучшие кураторы, а также лучшие группы первых, младших и старших курсов. Перед награждением проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов призвал студентов не забывать, что они представляют свой университет. Мы несем общую культуру Казанского университета. То ли это спорт, то ли это фестиваль, то ли это научно-практическая конференция, то ли это заселение. Вот жить у нас везде есть организационная группа. Лучшими группами стали группа 16.1.701 Инженерного института, 14.1.610 Института управления экономикой и финансов и группа 10.2, 412 Института филологии и межкультурной коммуникации. Я призываю нашу молодежь на будущее, приходя на такие торжества, подайте себя красиво, потому что вы все как родные, камеры работают, все это выкладывается в ютуб. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Поставить укол, забинтовать палец и сделать ютную сетку всегда поможет медицинская сестра. Профессиональный праздник есть и у них. О том, как его отметили, расскажет Олег Кашин. Университетская клиника Казанского федерального университета – крупный медицинский центр города. Говоря про это, вспоминаются в первую очередь доктора и врачи, но основой клиники является средний медицинский персонал, то есть медсестры. Всего таких сотрудников только в университетской клинике больше 800, а работу, которую они выполняют, можно назвать героической. Представители этой профессии нуждаются в своем собственном празднике. Именно поэтому 22 мая завершился ежегодный конкурс названия «Лучшей медицинской сестры». От хирургии до приемного отделения на сцену вышли только лучшие из лучших. Доказать свое мастерство можно было не только выполнением заданий, но и с помощью творчества. А тут в ход шли уже разные средства – от вокала до актерского мастерства. Олег Ашин, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова